Здравствуйте, меня звать Александр. Я представляю самозарядную винтовочку Токарева образца 1940 года. Это самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года. Перед Великой Отечественной войной началось перевооружение Красной Армии. Вместо винтовки Мосина была создана автоматическая винтовка с такими же характеристиками, как винтовка Мосина, но она позволяла в 10-зарядном магазине иметь 10 патронов и автоматически стрелять. Плотность огня достигалась гораздо выше, чем магазинная винтовка Мосина. Но, к сожалению, эта винтовка была дорога в изготовлении. Вместо этой винтовки можно было сделать 5 винтовок Мосина, и когда началась война, то, естественно, от нее отказались. Она была еще и сложна в обслуживании, соответственно, возобновили производство винтовки Мосина. А принцип действия у нее какой? Отвод газов через боковое отверстие в стволе. А это вот что за крутилка? Это что такое? Это крутилка-регулятор газового отверстия. То есть, если на улице высокое давление, то ставилось более маленькое отверстие. Кто едет у вас? А зачем это вообще? Чтобы происходила мягкая перезарядка. То есть, чтобы затвор не бил в раму затворную в конце. То есть, если стрелок чувствовал сильную отдачу, и когда затвор ударяет в тыльную часть, соответственно, он газовый регулятор ставил на более меньшее отверстие. Это какой-то ключ? Да, ключ. Идет в комплекте? Да, идет в комплекте. Ну, они были, да? Их много было в войсках. Их вообще было сделано 1 миллион 200 штук. Перед войной это все было. И каждое подразделение, то есть в роте, было половина вот с такими винтовками. Вот такой ключ. Вот он сюда входит и крутится. И 5 положений, 5 отверстий разного диаметра здесь.